Приветствую вас, и первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что, ну, вот, не лично мне показалось, а будет вам прочитать или хотят обознакомиться с теорией внимания, ну, вообще, с теориями внимания. То есть, их очень много, вот, у каждого человека, в принципе, есть свои взгляды на него, там, у пацанов, это, конечно, психология и сознания, да, вунс, джинс, там, и так далее. Но я думаю, что вам это будет не лично, потому что в этом вы найдете, наверное, возможно, что-то для себя. Почему я говорю прочитать? Ну, потому что, если начинать высказывать здесь эти теории в ответе, ну, вот, не принесут они того результата. Например, основное направление внимания, одно из основных его вообще назначений, это отбор и удержание информации. Что значит отбор? Отбор информации, это значит, выцепление, выделение из общего потока того, что нужно человеку, того, что нужно вам. И удержание, это означает, что работа с ним. Внимание также зависит от интересов, от прочного опыта, от мотивации человека, которые определяются этими же двумя моментами. И, понимаете, ну, вот при паузе, вот как вы говорите, да, чистите вы зубы. И понятно, что это механическое движение. Вы его не осознаете. Понятно, что это движение не требует от вас какого-то интеллектуального, психического усилия. И, соответственно, если в этот момент вам в голову пришла мысль о том, как можно оптимизировать процесс обучения вашего ребенка, то это хорошо. В данном случае, внимание выполняет свою главную функцию – отбор и удержание информации. И, понимаете, это нормально. Но, внимание также делится на пассивное и активное. Пассивное внимание – это когда мы блуждаем, отвлекаясь от всего. А активное – это когда мы усилием воли, заставляем себя концентрироваться на всем. И я думаю, что вам необходимо, кроме того, что вы это прочитаете, то, о чем я вам сказал, я думаю, что нужно также понимать, что, в принципе, и то, и то, то есть и тот вариант, и другой вариант, подходит вам, то есть оба варианта действенны, оба варианта верны. Оба варианта, в принципе, имеют свои плюсы. Но, если вы, как вы пишете, полностью контролируете себя, полностью контролируете свою реакцию, полностью контролируете свое поведение, то, простите, раз вы контролируете свое поведение, значит, что значит контроль? Контроль – это четкое понимание того, что вам на пользу, а что вам во вред. И здесь нет какого-то, одного, конкретного решения. Проблема в том, что оба варианта решения вашей проблемы, оба варианта даже не решения проблемы, а оба варианта просто решения задачи, которая перед вами стоит, в зависимости от ситуации, подходят. Иногда бывает так, что вы заняты, что вы делаете что-то очень важное, очень серьезное, очень такое, прям вот, зевотрепещущее, и вы не можете отвлекаться на то, что вам приходит извне, потому что знаете, что это будет вам на вред. Но если то, что приходит извне, правильно для вас, если то, что приходит извне, вот как, например, с ребенком, возьмите, то вы с большей долей вероятности это не забудете, даже если отпустите. Потому что рано или поздно что-то вам напомнит об этом, и по той схеме, которую вы обрисовали в первом разделе, да, то есть вы говорите, что вот, путем повторения, путем, по всему делу, в результате повторяющихся действий поднается закономерность этого, так вот, вам же это напомнит о том, что вы вот важно что-то упустили, и вы точно вспомните, и ситуация будет уже другая, заниматься вы будете уже чем-то не таким важным, и можно будет принять то, что идет параллельно. То есть нет какого-то одного решения на все случаи жизни. Если, например, тот же студент сидит на экзамене и знает, что вот он готовит сейчас к экзамену, и что ему нужно этот экзамен сдать, он готовится, пишет, ну, пишет ответ свой, но вдруг его посвящает мысль о том, что, в общем-то, он там что-то должен сделать, или как-то лучше сделать, естественно, человек отказывает эту мысль, потому что в настоящее время то, что он делает, важно, и он оставляет на фоне в подсознании то, что ему на данный момент не так важно. Но оно не исчезнет, если это действительно важно, если это действительно серьезно. И поэтому, я думаю, что вам нужно оба подхода принимать в зависимости от того, насколько страдают ваши интересы, насколько зависит от решения вашей интересы. В моем примере, если студент начнет думать о том, что ему пришло в голову параллельно с подготовкой к экзамену, ну, наверное, экзамен провалит. И это явная угроза интересам человека. Поэтому вам нужно руководствоваться именно тем, что для вас полезно. Вам нужно руководствоваться тем, что для вас в данный момент важнее. И понимать, что если та информация, которая к вам пришла в процессе важна, то вы ее не забудете. Никогда. Вы ее не оставите. и никакие техники готовые, я полагаю, вам не нужны. Потому что это очень просто. Вы пытаетесь действия, точнее, вы пытаетесь отряд то есть неосознаваемые действия превратить в действия. То есть то, что не осознается человеком, пытаться осознать. Полагаю, что вы пытаетесь осознать слишком многое, и это вам вредит. Есть вещи, которые нельзя осозновать. Есть вещи, которые происходят автоматически, если их осознать, произойдет деавтоматизация, то есть разрушение привычных моделей поведения. И это вам на пользу не пойдет. Таково в принципе в общем и целом мое мнение. Я полагаю, что вот этот ваш первый раздел, который вы написали, да, про то, что обобщение, про то, что повторение, да, и так далее, все это как бы уже давным-давно описано в психологии. Все это давным-давно выявлено и все это уже давным-давно доказано. Я полагаю, что не нужно делать никаких специальных пометок, чтобы это знать. И повторение, и обобщение это является в принципе повторение в данном случае это является работой с памятью, а обобщение это процесс мышления. То есть и память и мышление это две разные вещи. Кстати говоря, у внимательности есть такие важные моменты, характерные для сознания. У пассивного внимания это наблюдательность, а у активного внимания это проницательность. и наблюдательность знает что делать. Вот пассивное внимание. Когда вы чистите зубы или когда вы занимаетесь каким-то другим более важным делом, я не веду делом, требующим от вас именно запрат психических ресурсов. Все остальное вы просто наблюдаете. То, что проходит как помните я говорил в начале про отбор так вот вы находитесь в мире множество факторов которых вы воспринимаете. Например чистите зубы воспринимаете например звуки на улице звуки игры вашего ребенка на пианино свет голос там музыка что-то еще. очень много факторов сразу вы воспринимаете. Если вы сразу все это будете осознавать если вы сразу будете все это анализировать ну вам будет действительно тяжело будет перегруз. Поэтому вы автоматически отбираете то что вам важно в данный момент. И поэтому если в процессе наблюдательности то есть понимаете да наблюдательность как свойство пассивного внимания вы увидите что-то для себя важно то вы это путем наблюдательности выявите выделите и оставите в своем сознании до сих пор пока не появится вам возможно для того чтобы из наблюдательности перейти в презентательность то есть от пассивного созерцания до активного изучения свойств объекта я думаю так я думаю так я хочу сказать что то что вы делаете то что вы видимо сами поняли то до чего вы сами дошли люди вокруг вас считают это непонятно ну на самом деле по такому же принципу как многие фокусы неподготовленные люди не знакомые с психологией струй же например действительно принимают за фокусы просто потому что они этого не знают и вам нужно отдавать себе в этом отсчет вы и так это делаете но я вам это просто напоминаю ну а на ответ на ваш вопрос я надеюсь да в ответ на ваш вопрос я надеюсь вам все объясню ну это все если какие-то вопросы у вас остались дополнительные пишите в личку помогу вам если понравился мой ответ буду благодарен если сделать его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи